Здравствуйте, Олег Костянович! Я бы вас не хотел узнать о вашем опыте выращивания мальчузских орехов и лещины. В важнейший момент у нас не то, что грязь, у нас мальчузских орехов нет, у нас не то, что фундука культурного ореха нет, у нас и лещины нет, а лещина это вот такие плодики, а что точно так же раскалываете им, только что тут одно расколоть, а тут две-три, ничего, прекрасно едятся. Так что давайте мечтать пока о мальчузских орехах, я про большую часть России и лещину. Смотрим дальше, чем отличается выращивание в школке и сразу на постоянном месте. В январе восемнадцатого доцепсировала, у меня очень бедная почта под зол, как у вас земля. Снега по секундку, мороз до минус пятидесяти, снега по секундку, елки-палки, это где же, ну-ка, караул где? А это не полное письмо. Ай, ладно, старею. Короче, где же у него мороз такой? В этот год до 37 лета жаркая, только града, как у нас, как у вас, пока не видела. Так, короче, отвечаю, не знаю кому, Иванова, Петрова, Сидорова. Значит, как в сертификации? У меня, я заметил так, осенью падают орехи и мантрушки, и орехи лещины, так? Вы уже поняли, что это полукультурная форма фундука. Фундук, лещина, они переходят друг к дружку, лещину посадишь, десять, с ним будет некоторые крупнее, посадишь фундук, большая часть будет помельче, потратите только, что в одном случае там будет помельче, а потом побольше. А переходят друг к дружку. Вот, ну, так сложилось, потому что культурная форма, это отбирали, 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 а потом бах, их свободное плавание, никто же их не приводит, а она опять в лещину. А лещина захочет, а где-то фундука у меня есть, захочет, фундук превратится. Вот я так обтекаемо отвечаю. Но осенью и мантрушки орехи и лещину посадишь, сходят запросто. Причем их даже когда не закапываешь. Вот это их особенность. Но с другой стороны закапывать нельзя. Я не знаю, как мантрушки ореха тут, а вот лещины, я не знаю, едят ли их или не едят мыши, не знаю. Но когда будут лежать, все равно враги будут. Короче говоря, наверное, нужна осенняя посадка. Вот я их заготовил, еще до осень, до зимы можно было купить у меня и высадить. Наверное, это оптимальный вариант. Почему? Я после фикации двух-трехмесячной мантрушки орехов посадили, дети садили. О, вот они. Они взошли. Вот и взошли. Я не считал, все они, все, ну почти все. Это все, это исторический факт. Почему? Я вам в школу просто кину, вот показывал в кино. Смотрим. То есть, старификации до мантрушки орехов годится. А лещину старифировал так же 2-3 месяца, и она не взошла. И тогда я сказал себе, это опыт ограниченный. Возможно, лещину надо было 3-5 месяцев старифицировать, и она бы взошла. А можно не ломать себе голову, взять и это самое. У меня она уже 2 месяца как на старификации, впереди еще февраль-март. Там осталась вот столичка, у меня вот такая баночка маленькая. Вот. Несколько десятков. Ну, пожалуйста, покупайте, взойдут те, я обещаю. Вот. 10 рублей это не деньги за косточку. Так. А вот осенью, еще раз говорю, безукоризнами тут себя посадки. Вот. А еще раз, 2 месяца старификации в прошлом году у меня лещина не взошла. Не одна. Может быть, в этом году взошла бы, но я больше не следил. Там все заросло, там уже деревья разрастаются, тень. Вот. Теперь. Ну, ворачивание в школке понятно, потом рассаживать надо. На постоянном месте взойдет или нет? Но лучше бы на постоянном месте. Так. Теперь я вроде на вопрос как мог ответил. Теперь еще. Это очень важно. Я на таких письмах живу. И вы мне даете возможность поговорить. Причем по делу поговорить, друзья. Так. Кстати, вспомнила, как я однажды купила в питомнике местном абрикосы. И как я их удобряла, посоветую специалиста, весенними и осенними удобрениями. Вот делать нечего. Росли прекрасно и вроде выжилили. Но за 2 года полностью вымерзли. Вот что вы хотели? И заново отрастали от корни. Толстые подвой манчжурцы. С 1 метра 70 сантиметров, как только перестала подкармливать, поливать, перестали вымерзать внешний здоровый. Вот. Наш человек. Жду в этом году из первого цветения. Так. А ваши саженцы перезвивали прекрасно. Выросший искусник в этом году проходит первую проверку морозов. Гусево-земиллян. Земиллян у вас как-либо типо дарок. Это Краснодарский край. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин